Враг мой, друг мой. На смерть профессора Стивена Коэна. Статья в журналистской правде за 21 сентября 2020 года. 18 сентября в Нью-Йорке скончался один из наиболее интересных и в хорошем смысле независимых американских ученых, советолог и друг нашей страны Стивен Коэн. Вся научная и общественная деятельность Коэна была ярким подтверждением вечного парадокса. Честным человеком быть интересно, но трудно. Впрочем, верно и обратное. Трудно, но интересно. Коэн в полной мере смог пережить и первое и второе. Слово «советолог» уже достаточно давно вызывает скептическую улыбку. И не без оснований. Эта полумошенническая каста специалистов по СССР в американской гуманитарной элите не особенно обогатила настоящую науку своими спекулятивными утверждениями, как там у русских все на самом деле. А главным фиаско, разумеется, стала их полная неспособность осмыслить события последних лет существования СССР и предвидеть его распад. Но из всякого правила есть исключения. И главное условие такого рода исключений – персональная заинтересованность в предмете. Впервые Советский Союз молодой Стивен посетил свои 19 лет по приглашению друга из Англии. Шла оттепель. И как раз можно было вот так относительно просто приехать в страну за приоткрывшимся железным занавесом и проехаться по ней. После этой поездки Коэн живо заинтересовался русской историей. Тем более, что отчасти к этому предрасполагали предки. Его дед был евреем из Литвы. Основной темой постепенно стал Бухарин, в личности и взглядах которого Коэн видел альтернативу сталинскому пути развития СССР после более демократичную и с меньшими жертвами. Собственно, пока все не особенно интересно. Ну, советолог, ну, изучал по своей корпоративной моде кого-то из советских вождей неудачников, но приехал во время перестройки в СССР и наладил хорошее отношение с Горбачевым. Все это, в общем, мало любопытно. А самое интересное начинается после 1991 года. Вот тут Коэн и начинает демонстрировать собственную интеллектуальную независимость и смелость. На фоне общего американского консенсуса по одобрению всех действий Ельцина он критикует шоковые экономические реформы и возникновение класса сверхбогатых. Более того, он не боялся критиковать собственную страну и ее роль в российских бедах. В своей книге «Неудавшийся крестовый поход. Америка и трагедия. Посткоммунистическая Россия. 2000 год». Профессор Коэн возложил вину за социально-экономический провал постсоветской России на США. Он обвинял свою собственную страну в том, что ее эксперты дали России плохие советы. Виноватыми у него оказались и продолжавшаяся все 90-е годы дурная практика американского влияния. И западные журналисты, и мистер Ельцин, совершившие множество грехов. Главное среди них – доведение СССР до развала, создание вакуума управления на месте старых структур и шоковая терапия в экономике. Нетипичное поведение для заслуженного ученого, который мог бы просто пожинать лавры от своих международных связей и научных трудов. Верно? Но Коэн не остановился на этом, а продолжал губить собственную репутацию, которая становилась все более и более двусмысленной после того, как бывший советолог стал открыто поддерживать отдельные аспекты политики Владимира Путина, а самое главное – постоянно отдергивать самих американцев при попытках демонизации российского лидера. Достаточно посмотреть на заголовки материалов, в которых фигурирует имя Коэна на Rush Today, чтобы оценить круг волновавших его тем. За помощь от России США всегда платили предательством. Владимир Путин неоднократно выручал США и всегда сдерживал свои обещания, считает американский профессор Стивен Коэн. В ответ, по его словам, Вашингтон всякий раз предавал Россию и подрывал ее безопасность. Что ж, нашелся единственный человек, который озвучил этот очевидный факт. Уже можно давать премию за объективность. Войну на Украине нельзя остановить словом Путина о том, что корни гражданского конфликта на Украине лежат в плоскости глубокого разлома между двумя частями украинского общества, а не в действиях восточного соседа. И, наконец, хронологически последний его текст. В США действует цензура в советском стиле. Вот и пригодился опыт советолога, чтобы узнать негативные черты советской действительности в нынешней американской действительности. Кому, как не историку советского прошлого, увидеть такие параллели? Вот только советолога в США остается предостаточно, а параллели видел и не стеснялся о них говорить именно покойный Стивен Коэн. Хотя уход из жизни в возрасте 81 года не назовешь преждевременным, все же очень жаль, что в Америке стало на одного адекватного человека меньше. Еще одно честное зеркало пропало из королевства кривых зеркал. Григорий Игнатов Враг мой, друг мой, на смерть профессора Стивена Коэна. Враг мой, друг мой, на смерть профессора Стивена Коэн.